Тради чего он это сделал? Субханал, а просто взял и всю свою жизнь испортил. До чего это опрометчиво? Это вам, потенциальным киллером кадыровским, это вам на заметку, задумайтесь об этом, посмотрите на Ахтаева. Он сработал как расходник, как одноразовый, как контрацептив он у них. 5 октября был день рождения Кадырова. Он очень расстроился, что не родился на два дня позже, в один день с Путиным. Увы, на два дня промахнулся. Рамзан Ахматович намного моложе Владимира Владимировича. Как думаешь, что планирует делать Рамзан Ахматович, когда Владимир Владимирович так или иначе уйдет? Я думаю, сердце Рамзана Ахматовича не выдержит уход Владимира Владимировича. И если тот уйдет в ящик, то Рамзан Ахматович, наверное, тоже ляжет вместе с ним в ящик, в обнимку и похоронят вместе. Саламу алейкум, Тумсо. Тут в чате одна девушка под именем Айша, Айша Ай, пишет, что ты оскорблял тюрков Кавказа, что она тебя уважала, но теперь отписывается. Алейкум ассалам. Не делай этого, Айша Ай, не отписывайся от меня, пожалуйста, потому что это неправда. Не то, что тюрков Кавказа. Я вообще никогда никакие народы не оскорблял. Подобные вещи я себе не позволяю. Так что тебе соврали те, кто тебе это сказали, они соврали. Поэтому не отписывайся ни в коем случае. Ты должна быть здесь, присутствовать в нашем эфире и наблюдать за тем, что я говорю. Тумсо, что можешь сказать о том, что Рамзан Ахматович поехал на встречу к дагестанскому парню один, без охраны, после словесной перепалки в сети? Услышал из уст Карага. Слушай, ты из его уст и не такое услышишь. Он нам столько историй разных рассказывал. И как он полторы тысячи наших муджаэдов разогнал. И как он там Бараев, Ахматов, и как они все его боялись. Он очень много нам разных историй рассказывал. Так что ты главное почаще его слушай. Он много таких анекдотических тем тебе расскажет. На эти деньги, он говорит, арендуешь себе шезлонг, когда поедешь на Мальдивские острова. Обязательно так и сделаю, брат ММ, Аллах, рейс халему. Тумсо, как вернуть репутацию мусульман? Смотрю тебя дома и на работе. И когда люди тебя видят, или когда ты говоришь про Аллаха, или кто-то ушел с шахидом, люди спрашивают, что за террориста ты смотришь? Ну вот мы, ну я в частности работаю над тем, чтобы этих стереотипов у людей не было. Конечно, я не буду так думать, если это поколение, которое было взросшено на такой пропаганде. Им по телевизору постоянно рассказывали про чеченский след, про исламский терроризм, про исламистов. Там и про что-то еще бородатых постоянно показывали. И это все, разумеется, на подсознании где-то откладывается у людей. Как раз я и пытаюсь эти стереотипы уничтожить. Тумсо, ты согласен, что оккупационная политика работает? Последующие поколения после оккупации не видели войны, а спустя столетия люди и вовсе забывают, что они оккупированы или не знают историю. Нет, не согласен. Не согласен. Как раз-таки наша история показывает, что это не так. Ирландия показывает, что это не так. Шотландия показывает, что это не так. Так что нет, я не согласен. Все равно заглушить эту волю к свободе не получается. Ни у одной империи это не получалось и не получится. Саламу алейкум, кто смотрел ли ты интервью Милашина и Ксении Собчак? Если да, то понравилось ли тебе интервью? Алейкум ассалям. Нет, само интервью я не смотрел, но там есть такая вырезка, где она говорит про Чечню. Милашина говорит, как у нас поменяли народ, сломали. Она говорит, сломали. Значит, народ сломали и теперь он уже никогда не победит, потому что все. Там уже, значит, и палач, и жертвы живут на одной улице. И, в общем, эту вырезку мне скинули раз 50, наверное. Ее я видел. Само интервью, честно говоря, неинтересно мне было смотреть. Не в обиду, не потому что там у меня какое-то отношение, я уважительно отношусь к Милашиной, но интервью Ксении Собчак и Милашиной как-то, не знаю, неинтересно мне было это смотреть. Поэтому в самом интервью не смотрел, вот этот отрывок видел. И Милашина, конечно, высказывает правильные вещи, но вывод, который она делает, что никогда не победят, это ее оценочное осуждение. Она имеет на это право. А я скажу, что, ну, посмотрим. Посмотрим, поживем, увидим. Скажем так, Милашина в данном случае дает такой более скептический прогноз, да? А я, наверное, больше оптимист. Я скажу, что, несмотря на все это, несмотря на то, что говорит она правильно, правду, но и даже я соглашусь с тем, что у нас очень серьезно сломали что-то внутри. Безусловно, это тоже правда. Но я не соглашусь с ней в том, что теперь мы уже никогда не победим. С этим я не соглашусь. Я думаю, мы просто переходим на новый этап, на который переходили все народы. Все народы, которые сталкивались с оккупацией, с подобными вещами, они все переходили этот этап, мы тоже сейчас на него переходим. Да, мы должны были прийти к тому, чтобы пролить сами, чтобы чеченцы проливали кровь чеченцев. Мы должны были к этому прийти, мы к этому пришли. Ну и дальше посмотрим. Смотрим, начало. Томсо, как тебе может быть неинтересно интервью Милашиной? Это же конкретная агентура бункерного, которая активно промывает мозги западу по русско-чеченской теме. Ну, это такой аргумент, знаешь, если каждый, кто говорит про наш народ, если мне теперь это должно быть интересно, я должен это все просматривать. Ты знаешь, это какое хронометражное нужно просматривать. У меня тогда не будет времени даже на эти эфиры и на свою деятельность. Ну, что-то интересно, брат, что-то неинтересно. Что-то мнение, как бы, оно для меня интересно и важно, что-то для меня неинтересно и не важно. Поэтому, я думаю, не стоит к этому как-то придираться. Тебе интересно, ты можешь посмотреть, как-то проанализировать, как-то на это отреагировать. Ну, мне неинтересно. Япон, ты же рядом живешь, откричи там ему, скажи, что про него в каждом эфире Тумсо вспоминают. Поддержи его морально, а то, ах, хади царя, у него там ад на земле. Ну, ладно, вчера как раз я думал, вспоминал об этом человеке. Представьте, на пожизненный срок чувак залетел, все, остаток своих дней, своих жалких дней он проведет за решеткой. И так, как бы, немолодой уже. Трати чего он это сделал? Субханал, а просто взял и всю свою жизнь испортил. До чего это опрометчиво? Это вам, вот, потенциальным киллером кадыровским. Это вам на заметку, задумайтесь об этом. Посмотрите вот на Ахтаева. Он сработал как расходник, бывает, как одноразовый для кадырова, для кадыровцев. Одноразовый, вы же знаете, что такое одноразовый? Что использует одноразовый, в одноразовом смысле. Как контрацептив он у них отработал, понимаете? И все, он залетел. На пожизненный срок человек сел. Да, он как бы живет, и в то же время его нет. Он, как бы, жизнь его продолжается, но для окружающих, для его семьи, для родственников, для всех нас его уже нет. Он где-то там, в какой-то камере, в каком-то учреждении сидит. Он больше не интересен никому. Вот что получил этот человек, убив Анзора из Вены. И, возможно, вас тоже будет ждать нечто подобное. Подумайте об этом, когда будете в следующий раз приезжать для совершения преступления в европейскую страну. Субтитры создавал DimaTorzok